Всем привет! Сегодня мы приехали в город Прагу. Мы уже здесь были до этого три раза. Мы тут недалеко отошли от центрального вокзала, потому что там снимать нечего. Да, особенно. Мы здесь третий раз, но предыдущие оба раза мы видео не делали. Да и в этот раз мы приехали буквально на сутки, поэтому много чего успеть не покажем. Ну просто покажем вам Прагу, если вы здесь еще не были или как-нибудь. Ну да, в общем, в любом случае в прошлые разы нам понравилось, и тем более в этот раз нас будет сопровождать человек, который здесь жил. Ну не всю дорогу, наверное, будет сопровождать, но просто мы с ним встретимся. Ну да, нас покажут, нам какие-то места, которые мы уже как бы, наверное, видели, но мы придумаем что-нибудь интересное показать о Праге. Ну да, и, наверное, возьмем у него интервью, если он не откажет нам. Ну да. Все, вперед из песни. Мы сегодня очень долго ехали, мы немножко утомленные. Наш поезд отменили, пришлось нам ехать на следующем, через два часа. Короче говоря, дорога затянулась, и, ну мы надеемся, что сейчас мы починим наше настроение. Там, я не знаю, гуляш там, хлебный. Мы продолжаем этот вкусностный блог. Нет, просто нам нравится славянская еда, видать. Видать, да. Ну ладно. Да, и в Праге должна быть много такой привычной для нас еды. Свиная рулька там или что там? Колено. Колено. Так, в Праге, конечно же, все знают, что очень популярны трамваи. И вот здесь вот такие трамваи ходят. Они, наверное, во многих городах России еще сохранились. Это чешские версии трамваев. Но какие, посмотрите, они здесь модернизированы, с кнопочками, чистенькие, новенькие. А вот это вот какой-то маленький вокзал недалеко от главного вокзала. А мы идем дальше. Мы сейчас идем куда-нибудь пообедать, потому что мы очень долго ехали и проголодались. А в вагоне ресторана было много народу, душно, и никакой еды нормальной там не было. Тоже смотрели эти самокаты все в господи. Да, все туристы ездят на самокатах. Прям захлестнула волна самокатов Европы. Да, всю Европу захлестнула волна самокатов. Так, у них идет модернизация путей трамвайных. Правильно. Все должно быстро ехать, тихо и бесшумно. А мы идем туда. В Праге прикольно, что можно идти-идти и набрести на какую-нибудь башню. Это уже как бы другая часть города. Нигде там много туристов, а просто люди отдыхают. И вот так вот можно набрести тут. А вот обычные такие дома. Не знаю, с каких времен они тут появились. Здесь есть такие классные велосипедные трамваи, которые надо крутить педали. Пока не дали. И пить пиво. То есть пьешь пиво и крутишь педали, и так перемещаешься. Так, мы находимся сейчас на улице Дуга. Или как-то так. Ну, то есть длинная улица. И здесь много разных заведений. Всякие винотеки, винобары. Здесь есть одно место, в которое мы собираемся пойти. Оно называется Local. Вот оно, по-моему. И здесь, говорят, местная кухня хорошая. Здесь какая-то интересная инсталляция. Очень много пластика закинули наверх. Наверное, борьба против пластика. А мы заходим вот в это место. Цены здесь нормальные. Мы заказали кролика и картофельный кнедли. Классический гуляш. И минеральную воду с Карловых Вар. Две бутылки маленьких. Все это нам будет стоить примерно 500 чешских крон. Да, очень вкусно выглядит. И мы сейчас это отведаемся. А сейчас мы двигаемся в сторону нашего отеля. Как раз вон пройдем чуть-чуть через центр тут. А это вот такие современные трамваи ходят. Низкопольные. В Праге. Ну, в общем, отель обычный. Просто... Что еще можно здесь показать? Цвет она включить? Ну, да. Карточку воткнуть? А, здесь даже без карточки работает цвет. Этот скромный. Ну, что-то тут лежит. Тоже скромный. В этом у нас был шикарный их трамвай. Но ничего страшного. Ну, там новый отель, а это старый отель. Но ремонт приятный. Кровать, смотрите, ребят, мне кажется, она шире в ширину, чем в длину. Это возможно? Возможно. Каких только нет трамваев в Праге. Еще на остановке здесь все расписания маршрутов на бумажках. Очень удобно, когда оно меняется. Нужно просто поменять листочек по всему городу. Город небольшой, поэтому все это меняется. Вот такие вот трамвай здесь. До Праги уже до шоу прогресс. Можно покупать билеты на трамвай с телефона. Вот здесь, смотрите, есть такая защита от жуликов. Можно активировать билет, когда садишься в автобус. Но две минуты он неактивный, чтобы те, кто в автобусе на ходу не покупал и не активировал. И вот все. Приложение как называется? Пидлетачка. Так, это не наш. Это шестерка. Нам надо 26. Потому что мы едем сейчас куда? Диволку шарку. Дикая шарка. Дикая шарка. Это такой национальный парк. Национальный парк и каньон недалеко от Праги. В общем, сейчас зайдем в трамвай, посмотрим, как они выглядят. Давайте. Так, здесь сейчас будет кондиционер, вай-фай. Есть нельзя, но можно покупать с телефона билетики. И здесь круто все. Вот мы переезжаем реку. Прикольный вид из трамвая. Да, это в мостце, по-моему, последний раз, когда мы приезжали, ремонтировали, здесь трамвай не ходили. Так, значит, мы приехали на конечную 26-го трамвая. Это называется станция Дивока-Шарка. Да, и это такой национальный парк. И здесь будет каньон. Каньон в Европе. Сейчас мы пойдем и посмотрим. Да, чуть ли не единственный каньон в Европе. Тут, наконец-то, есть Макдональдс. И самое прикольное, что в этом Макдональдсе есть заправка. То есть заправляешься и еще заправляешься едой. Прикол. Первый раз такое вижу. Да, вот это вот природный парк. Здесь зона 10 километров. Машины могут есть, но очень медленно. Вот здесь карта этого каньона, этого национального парка Дивока-Шарка. Здесь вот такая вот река. Очень приятные камыши. Вот здесь вот такие скалы. И они прямо выходят на поверхность. Это, конечно, не Гранд Каньон. Но самое крутое, что здесь река промыла вот эти вот породы до самого низа. И посмотрите, какой свет великолепный на закате здесь, в каньоне. Я не думал, что в Праге есть такая красота. Интересно, а что это за значок? Кто-нибудь знает, зачем в каньонах рисуют этот значок? Напишите в комментариях, если знаете. Очень красивый вид. Вот мы уже вышли из национального парка. И тут встретили такую копеечку. Такую. Да, покрашенную. Нормально так краской покрашен бампер. В хорошем состоянии содержит копейку. В России, наверное, уже все проржавели. А мы выходим в Велеславин. Это такой маленький городок. И здесь сразу будет метро. Значит, мы сейчас находимся на районе Воковицы. Прага-6. Это здесь будет метро. И мы вышли из, так сказать, леса. И здесь такие приятные домики. Но в Праге они попроще. В Германии все-таки больше пятиэтажек. А здесь какие-то более частные дома. Но все равно на три-четыре семьи. Типа, это панельный дом, что ли? Нет, не панельный вроде. По легенде его называют панелякой. Но я не знаю, есть ли такое слово в чешском языке. Мне нравится, что в каждом доме крыша черепичная. В Праге все крыши почти черепичные. Это очень круто. Так, мы покупаем билеты на 30 минут. Стоят они 24 кроны. Три билета будет нам стоить. И можно прикладывать бесконтактную карту. И так все проходит. Можно монетки кидать. Но монетки иногда не намагничиваются и не проваливаются. Поэтому люди уже вот здесь стерли, чтобы намагничивать монетки. Вот такое вот пражское метро. Не особо оно очень красивое. Но сделано аккуратно. И со вкусом светло. Показывает время до следующего поезда. 6 минут. Направление центр. А вот мы приехали уже в Прагу. Вот протестантская церковь на площади. Но уже, наверное, темно и ничего не видно. А мы сейчас идем вон туда. Там есть суши место. А тут мы набрели такой магазинчик крафтового пива. Прикольно. Очень много разного пива. Сибири, лето, 2019. Из России, наверное, везут. Вот это место, в которое мы шли. Оно называется Ханил. Это, говорят, самые лучшие суши в Праге. Идем смотреть, что там. В общем, мы взяли... Я взял себе блюдо корейской кухни. Хве бибибаб. Или хве дуббаб. Это сверху риса, сырая рыба. Тунец, в частном случае. Аоли. Как это называется? Здесь какие-то... Аляска фьюжн роллы. Само придуманное. Да-да. Это какие-то роллы сверху с рыбой и луком и майонезом японскими. Вот мы уже идем домой, в отель. В Праге достаточно развитая ночная жизнь. Но мы... В ней не участвуем. Потому что мы старые. И сегодня встали в 5 утра. И наш поезд отменился. Из-за этого пришлось ехать в поезд. Ну да, ожидание очень утомительное. Но в любом случае... Мы сегодня даже полдня провели здесь отлично. Погуляли вот в таком интересном месте природном. Вот завтра посмотрим. Мы еще не определились точно с планами. Но мы обязательно покажем что-нибудь интересненькое. То есть понятно, что центр Праги, старые улицы, это как бы есть на ютюбе в очень большом количестве. А мы благодаря нашему товарищу, который здесь жил, постараемся показать что-нибудь... Ну да, может быть, на велосипедах покатаемся по городу. Да. В общем, до завтра. Спокойной ночи, да. И удачи. И подписывайтесь на новые видео.